Сегодня вообще ни хрена, ни солнце, ни тепло. Я в курточке, иду в кафешечку. Магазин Балабан, для балабанов. Как ты здесь припаркуешься, а? Вон машинка, и это здесь двусторонний, даже проехать. Ну что, заценим вкусняку? Вот еще праздничный выпускной. Девочка в костюме ангелой, чертик. Вон там еще кучка людей идет, все в каких-то таких экстравагантных костюмах. Прикольно, прикольно отмечают. И вот теперь, когда допил, могу сказать вердикт. Вердикт неутешительный. Это, конечно, вкусно-сладко, но походу это все из такого, знаете, месколько порошка. Может, там булочки вкусные, но вот за это 4,20. Ну, больше это там не беру. Стебное место. Леголайс Канарис. Вот в эту булочную кондитерскую постоянно очереди. И сейчас, когда карта, ой, карта, маски уже не нужны. Вон очередь. Они поставили столики снаружи. Теперь-то уже и покушать можно посидеть. Такое интересное место, что продают. Как солом какой-то. Все из соломы. Из совершенных цветов. Очень красиво. И внутри запашок такой. Я был в таком месте недавно. Они, я понимаю, переезжают отсюда же, рядышком, в такое же место. Или второе их. Я вот такого не видел. Станцию моют. Там люди, которые моют реально соль здесь. Мы в какой-то качестве кафе. Который пеш. Вегетариан. Индиан. И я очень люблю это здесь. Этитудия. Как это выглядит. Вау. Я люблю это. Вот этот. И это веган. Как это выглядит снаружи. Клевое будет. Вот это место прикольное. Свеженькое, горяченькое. Ой, я уже чувствую, будет вкусно. Называется. Вот. Полчаса аж до сюда добирался. Но не зря, не зря. Так, у меня еще второе место по пути домой сейчас. Буррито place. Еду туда. Уже был. И вот здесь снова. Буррито. О, это готово. Окей, круто. Спасибо. Спасибо. Вот такая штука. Еще дымится, горячая. Улочкой, на которой вчера было куча народу. Потому что было тепло. А сейчас холодно. И пусто. Ответ от погоды зависит все. Восьмой день химиотерапии. Сейчас выпил таблетки. Коля, несколько минут назад. Пока, so far, so good. Полет нормальный. Единственное. Ну да, печень, ладно. Пару часиков болит после каждого приема. Хотя тоже не сразу. И кожа на руках сушит. Ну, хотя я думаю, это потому, что у меня отопление постоянно включено. У меня 30% влажности в квартире. А отопление включено почему? Потому что вот в этом сраном уголке постоянно холодно. Даже если на улице тепло. Все, я начинаю. Интересная заметка про биткоин. Я купил биткоина на 100 евро, чтобы отправить за курсы Алексу Лесли. Отправил соточку. И по дороге взимается транзакшн фей. И им пришло 72 евро вместо 100. То есть 28% транзакшн фей. Такая охренеть. Сейчас по новой буду еще больше отсылать, чтобы добрать свою соточку. Вот и на улице солнышко нету, облака. Ветер холодно. Моя надежда дала мне задачу сходить в Дом Пагетариево. Что я в принципе сейчас и делаю. Даже если он будет закрыт. А он закрыт. Там сейчас какой-то кинотеатр оборудовали. Вот он закрыт. Но тем не менее, я туда схожу пешочком. Во-первых, прогуляться. Во-вторых, посмотрю. Может по дороге чего интересного вижу. Достал свои старые кеды. Немножко на меня не налезают, потому что носки теплые надел. На улице очень холодно. Вот посмотрим, как мне часик, часовая прогулочка. Как подействует. Понравится мне еще или нет. Вытаскивать их или выкинуть. Немецкие игры. Кидаешь бутылку, попадаешь по центру, не пьешь. Промахиваешься, пьешь. Итак, кто? Кто впервые пьяняет? Промазал. Теперь я не буду пить. Сейчас еще раз. Нет, промазал. Ну, короче, какие-то некоторые особенные правила. Они мне объясняют, какие правила этого игры. Пожалуйста, скажи мне. Почему ты трогаешь это? Итак, это игры называется «Деербай». Когда это не было ничего, это Берлин. Это называется «Деербай». Итак, в начале я не слышал. Здесь есть два команды. И у вас есть бутылка в центре. И у вас есть два команды на стороне. И они все имеют бюро или что-то, чтобы пить. И у вас есть бутылка. И у вас есть бутылка. Так что у него есть бутылка, чтобы… Бутылка. И тихо, который пил. О, так что быстрее ты его возьмешь? Да! И тем больше ты пил. И тем большее, чем все другие пилы пил. Хорошо, так кто победит? Кто пил пил быстрее? Да, кто пил пил, да. Потому что ты хочешь быть неправильным. А если ты пил? Все, кто закончил пил пил? Они победят. Хорошо, я понял. Потому что я видел людей, но я никогда не спросил. Да, ты тоже должен играть, потому что это очень хороший игрок, это очень вкусно. И все у вас есть самая бутылка? Ну, примерно? Да, самая бутылка. Да, самая бутылка, самая бутылка. Хорошо, хорошо. Спасибо? Да, конечно. Спасибо за просмотр. Следуй его канал. Спасибо. Вот так, получается, что выигрывает не тот, кто... О, смотри, смотри. Что-то еще. Да? А, это только для меня. Только для моей семьи. Но ты можешь найти, это называется Another Day Gun. Another Day Gun. Да. Добрый день. Короче, получается, что выигрывает тот, кто быстрее допьет бутылку. Но! Пить можно только если ты попал по бутылке, либо пока остальная команда как бы бегает. И чем быстрее получается чел прибежит до середины, тем меньше у тебя будет времени выпить. Трекий, трекий гейм. Но... Прикольно. Спросили про мой канал. А в меж там все русском. The guy who asked my channel. If you're watching this, thank you very much, first of all. And second... Yeah, half of the... Half of the content I have here is in Russian, so... I'm just walking around the city and enjoying. Thank you anyway. Только сейчас обратил внимание, когда отправлял второй платеж Лесли за курсы. Crypto.com берет 30 евро сверху за транзакцию, независимо от того, сколько биткоин еще сверху скушает. Охренеть! То есть я заплатил 100 евро, они получили 70. И сейчас я заплатил 75, и они получат 50. То есть для того, чтобы заплатить им, грубо говоря, 100 с копеечками евро, мне пришлось потратить 180. Охренеть! Биткоин. Crypto.com. Вы че, ребята? Строить. Сразу много людей по полной и быстро. Монеты. Высопеницаны. Наступил лайф-отчет, что на самом мостике. Дорожка для спиртистов. Отведение для людей. Отдельный мостик построили. Вот я и дошел до планетария. Вишенки растут. Да, кстати, да. Мне сообщили, что эти красивые розовенькие деревья, это нифига не сакура и не что-то экзотичное. Экзотическое. Это вишенка. Вишенки, как оказывается, здесь много. В общем, это игра с песней. Я подхожу к Цайс. Карл Цайс? Планетарий. Блин, какое дерево большое, красивое. Боже мой. Вау. И запах немножко чувствуется у этих деревьев. Вкусный. Но не вишневой. В общем, я у планетария. Там наверху что маленькое еще. Сейчас попробую войти. Гросс планетариум. Большой планетарий. Сейчас попробую войти и посмотреть, что там внутри. Итак, я внутри. Я внутри этого планетария. Они сказали, что у них сегодня только фильмы какие-то документальные. Поэтому можно пройти столько кружочек, посмотреть, что вокруг. А ничего остального посетить нельзя. Да. Первая какая-то штука интересная. Родцы его лизать. Скалки Косморама. Без понятия, что это. Ну, видимо, это какая-то космическая рама. Давай представить. Я прочитал, что это. Это на самом деле проекторы. То есть там внутри в каждой такой, в каждом кружке. А вон посередине тоже здесь видно. Там проекторы. Линзы какие-то похожи на фотик. Я подумал, это какой-то космический телескоп. Но нет. Это проектор. То есть это как конкретная штука, которая может прям весь планетариум, весь шар занимать. И показывать звездное небо актуальное. Круто-круто. Вот такие штуки внутри. То есть там линзы. Такая штука называется. Гравитационная какая-то. Установка. Давайте кинем монетку, посмотрим, как она поедет. А еще здесь есть макет ... Ариан-5. Это ракета, разработанная компанией Ариана Спейс для Европейского космического агентства. Как называется? Тяжело... В общем, тяжелые грузы, которые выводят на орбиту. Прикольно-прикольно. Пообщался с муличком на ресепшене. Рассказал, что это большое здание было построено в 1987 году, какого-то там октября. То есть ему уже 30 снигам лет. Поэтому прожектор, который мы сейчас рассматривали, он был уже заменен на более новый. Вот. И, кстати, это ракета, которую я показывал только что, макет. Там было написано, что она весит 238 тонн, а на орбиту выводит аж 12. И в соотношении... Ну да. Ладненько, что я сюда сходил. Сейчас буду возвращаться домой по какому-нибудь другому пути. У меня время прям не пишут спамеры, которые натолят меня в группах по месяцам. Говорят, ай! Я тут у тебя буквально минутку заберу. Причем рандомные не знаю, рандомные фамилии. Но пишут одно и то же все время. Мы тут... Я тут, короче, суперспешный криптоинвестор и хочу, чтобы поделиться секретом влог. Смотрите, как эта система пользуется и все будет круто. Заходи по ссылочке. Но это все после там кучи разговоров, так завуалировано. Девочки пытаются знакомиться, мальчики пытаются на деньги давить. Ну, типа мальчики, девочки. Там понятно, что за аватаркой вообще рандомные люди. Суть в чем. Я нашел... Как бы, ну, неинтересно просто блокировать. Потому что ты не знаешь. А вдруг реально человек знакомый какой-то не может понять, с самого начала. Все говорят, да-да, конечно, мы там пересекались. Какие-то рандомные теперь говорят. Короче, как с тобой у них пишут. Привет, что это такое? Ой, Дедор. Сейчас возьму. Я отвечаю, что, о, отлично, это насчет эскорта. Они говорят, о, не-не-не, это я криптоинвестор. О, супер, так это мы вам предлагаем. Давай. Я тебе сейчас называю адрес, куда сейчас пришлю? Чикс и Кокс. Типа. Пусс из-то сел. Вот после этого обычно говорят, что я эсхоул. Говорят, что я там фу. И тупо блокирую сами, удаляю даже. Сори, ребята. Что? Крипто любит эскорта, нет? Ай-яй-яй-яй. В общем, сейчас попробую дёнер и хочу чёплый чай. Чёплый чай хочу, да, вот в таком месте. Или дёнер не брать. Не-не, у меня дома эдайс, какая нафиг дёнер? Так, я просто хочу хоть чоколад где-нибудь взять. Ну-ка. Вот здесь. Стерн Нейлс. Ой, это вообще не еда. Это салон ноготков. Ясно. Орэндж кофе. О, вот сюда просто глянул. Я went inside of this кафе, and the first thing I noticed – кустик. Вау. Look, it's not high, but it's half empty. And the sound here is really interesting and strange, so I would advise you to visit just for this. Почек вот за 3.50. Попробуем. Вот так вот это вы были снаружи. Значительно лучше, чем вчерашнее. Очень вкусный, очень вкусный напиток. То есть приедем к кокаву. Отлично. Вот такие большие улицы. И полосы. И трамвайчики. Так, зелененький, дружите. Местские дворики. Красненькая новостройка. Такой вот детский садик. И вон там зелененькая новостройка. Среди домов пихают, где только можно. Не понял, и еще раз обошел. Это садик. Это садик. Это садик. Это садик. И там красный тоже был садик. Обалдеть. Район садиков. Причем все большие, внутри огромные дворы. Много детей, значит, сюда ходят. Прикольный домик рядышком, совсем рядышком со мной. Райки в домешке вокруг.